Продолжение следует... 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 проблем Украины, в которые мы попали, в результате того, что у нас произошло резкое удорожание внешнего долга из-за глубокой девальвации, из-за того, что мы набрали очень много долгов в прошлые периоды, а на фоне глубокого экономического падения просто нам нечем их возвращать. Как следствие, идет, во-первых, финансирование текущих потребностей, во-вторых, реструктуризация долга под эгидой МВФ, благодаря чему нам удалось избежать дефолта и удается обслуживать наши обязательства дальше. Ярослав, в принципе, МВФ тоже заинтересован в том, чтобы Украина не объявила дефолт, для того, чтобы выполняла свои обязательства. А вот из этих денег, которые запланированы, ну вот там доходная часть, 672 миллиарда, сюда же включается заимствование от МВФ или нет? В доходную часть бюджета? Нет, доходная часть, заимствование, даже если они идут на погашение дефицита, они не учитываются в доходной части, они учитываются в погашении дефицита. Но я думаю, что в данной ситуации, вот та программа, которая есть, она вообще не касается бюджета, потому что это идет пополнение валютных резервов. Хорошо, значит, вот если мы говорим сейчас про валюту, значит, по данным Министерства финансов, в предыдущем варианте проекта этого самого государственного бюджета на следующий год был заложен курс гривны 22 гривны, а 10 копеек за доллар. Впоследствии в Минфине уточнили, что бюджет 2016 года предусматривает курс 24 гривны 40 копеек за доллар. Ну а вот между тем предприниматели прогнозируют снижение курса национальной валюты до 26 гривен за доллар. Ну я так слышал, даже как бы читая высказывания некоторых и экономистов, и предпринимателей, они говорят, что вполне возможно, что и будет дальнейшее снижение. Есть чего тут бояться или нет? Ну вообще, мне кажется, что тот факт, что на следующий год предприниматели прогнозируют только 26, это уже большой плюс. Это означает, что мы уже существенно снизили дуалевационные ожидания бизнеса. Потому что, допустим, если бы спросить их год назад, то у меня такое ощущение, что там прогнозы, или по крайней мере вот весной, да, но год назад может быть еще нет. А вот в феврале, допустим, да, сказали бы 50. Да, вот в феврале я думаю, что, ну не 50, но по крайней мере меньше 30, ожидания, наверное, бы не опускали. Это позитив. Есть ли риски? Риски есть всегда. Мы знаем, что у нас есть серьезные проблемы внеэкономического характера. Внутрополитический кризис, ну дай бог, чтобы нормально прошли местные выборы и не произошло каких-то катаклизмов. У нас есть внешний военный фактор, который непредсказуем, невзирая на достигнутые соглашения. У нас есть некоторые экономические, разумеется, риски, которых нам трудно предсказать. Хотя, в общем-то, пока, мне кажется, что основной риск решается. Речь идет о долгой 3 миллиарда перед Российской Федерацией, которая, вроде бы, МВФ обещает, что не повлияет на объемы финансирования. Речь идет о соглашении собственности МВФ, которое, в общем-то, худо-бедно, но думаю, что будет продолжать финансирование. Ну и кроме того, мы сегодня наблюдаем определенное, ну я бы не рискнул это назвать пока оживление, но, по крайней мере, стабилизацию в экономике, депрессивную такую себе стабилизацию. Речь идет о приостановке падения промышленного производства. Вот недавно, буквально на днях, была информация о том, что у нас впервые отмечен прирост в металлургическом производстве. Я думаю, что за этим может последовать некоторая активизация в экспортной сфере, что тоже будет способствовать работать, по крайней мере, на укреплении гривни. Поэтому я пока бы оптимистично относился к курсовым ожиданиям. И думаю, что 2,6% это может быть даже слишком пессимистично. Хорошо, то есть, но оптимистичный тогда он будет в сторону снижения, да? Я не думаю, что Национальный банк пойдет на то, чтобы гривня укреплялась. Вот сегодня у нас некоторое такое равновесное значение, 22, может быть, с копейками. Вот я думаю, что так и будет удерживаться. Будут стремиться удержать где-то в этом районе. Удержать не физически, а просто не допуская его, допустим, даже укрепления гривни. Потому что есть хороший инструмент, сейчас Национальный банк этим занимается. Он проводит аукционы, покупает валюту, выполняет валютные резервы с валютного рынка, если вдруг предложение валюты превышает спрос. Поэтому думаю, что где-то так нам и нужно ориентироваться. Хорошо, смотрите, тогда такой вопрос. Значит, вот налоговый проект, налоговая реформа от Министерства финансов Украины, который предлагает введение всего 20-20-20, они презентовали 20, то есть повышение и подоходного налога в том числе, повышение налога на прибыль, но снижение при этом единого социального взноса и так далее. Почему Международный валютный фонд резко выступает против радикального снижения налоговых ставок и при этом говорит, что вот такая вот налоговая реформа, ну в принципе, как бы ничего не имеет против, по крайней мере. Ну, Международный валютный фонд заинтересован в том, чтобы в Украине был сбалансирован в пределах этих маяковых, о которых мы говорили, государственной бенже. Не безосновательно полагая, что резкое снижение налоговых ставок, по крайней мере, вот на первом этапе, ну как минимум год, да, придет к тому, что произойдет резкое снижение налоговых поступлений и требуется чем-то заполнить этот разрыв, заполнять его нечем, потому что программа финансирования, она уравновешена с необходимостью обеспечения внешнего, обслуживания внешнего долга, а не с финансированием доп. дефицита бюджета. Поэтому можно говорить о том, что в принципе МВФ в данном случае беспокоится о соблюдении дефицитного маяка бюджета. Хотя вот мое субъективное мнение, конечно, не вполне корректно заявлять, если правда то, что говорится из масс информации, о том, что если только будет внесено на рассмотрение комитетом вот такой документ, уже МВФ будет рассматривать отмену финансирования. Мне кажется, это не вполне корректно, слишком большое давление, и здесь нужно больше вести диалог и объяснять, что в общем на такой ситуации есть проблемы, чем вы будете заполнять. И вот вести диалог не только с авторами этого законопроекта альтернативного, но и с бизнесом, который ведь тоже заинтересован в принципе в снижении налогов, но он должен и конструктивно в этом заинтересоваться. Хорошо, а вот знаменитая кривая, которая говорит о том, что при снижении налогов потом резко повышается поступление в бюджет, она работает в Украине или нет? Или она не будет никогда работать, потому что у нас не будут снижаться налоги? Нет, это кривая, известная кривая Лафера, мы ее однажды в этой студии уже обсуждали. Конечно, она работает, потому что это общепсихологический закон. Но она хороша, если вот перед студентами красиво нарисовать кривую и все скажут, так действительно так и происходит. Но никто еще на моей памяти не рискнул для конкретной страны на будущее выписать координаты по вертикали и по горизонтали и еще и доказать, и еще и, так сказать, потом, чтобы практика доказала правильность этого расчета. То есть постфактум даже можно в принципе так посчитать, но и то это проблема, потому что ведь нет же в истории ни одной страны, нет такой ситуации, чтобы постепенно менялась ставка налогообложений и можно было бы сопоставить ее с уровнем поступлений. Поэтому это вот умозрительная кривая, которая говорит о психологических предпочтениях и реакциях бизнеса, населения. А расчеты по ней вести нужно. Хорошо, тогда такой вопрос. Мне иногда кажется, что вот наше правительство, оно ведет себя так, как будто украинцы живут в вакууме. И там ни на севере, ни на востоке, ни на западе, ни на юге нет никаких других стран. Но вы-то знаете, что есть другие страны, или там есть другие налоговые ставки, другие условия ведения бизнеса. И бизнесмен, он вовсе не обязан, просто по факту своего рождения или наличия украинского гражданства, обязательно вести бизнес в Украине. И если вот у наших соседей даже, например, ну я уж не говорю там про какие-то совсем интересные случаи, но просто даже у наших соседей, может быть у них более интересные условия для ведения бизнеса? Ну, есть такое понятие, как налоговая конкуренция. Она, в принципе, широко обсуждается сегодня в Европе. Это когда одна из стран или группы стран предлагают более выгодные условия налогообложения, туда сразу начинает течь бизнес. Конечно, проблема перетока всегда есть. Ну, весь бизнес не может оттечь туда, но нечто происходит. Вот в таком рафинированном виде такой отток продемонстрировал Жарль Депардье, который из Франции отек в Российскую Федерацию. Теперь там тоже собирается ввести уже прогрессивную ставку налога на доходы физлистов. Будем смотреть, куда он потечет дальше. Но проблема даже не в Жарлье, а в том, что в принципе структура налогообложения, это ведь не единственное, что привлекает бизнес. Есть еще масса проблем, связанных с ситуацией на рынке, выгодностью работы на определенном рынке, доступ к ресурсам, от трудовых до материальных, финансовых и так далее. То же самое географическое положение. Кроме того, одна из проблем нашего налогообложения состоит в том, что, в общем-то, эти налоги можно было бы платить в случае, если бы, допустим, был доступный кредитный ресурс, если бы цена денег не была настолько высока. А так выходит, что наша налоговая система отвлекает у бизнеса определенную часть оборотных средств, а стоимость этих оборотных средств высока, потому что у нас высокий кредитный процент. То есть, вот комплекс мер влияет также на расположение бизнеса, не только налоговую конкуренцию. Скажите мне, пожалуйста, тогда вот, значит, я хочу еще немножко поговорить про экспорт и чем мы можем, чем может вообще Украина быть интересна этому миру, на чем может зарабатывать деньги. Если мы не можем там предложить сейчас самые низкие налоговые ставки, нам говорят, что там МВФ этого не допустит. Ну вот, например, значит, за январь данной статистики, за январь-август этого года Украина экспортировала товаров почти на 24,8 миллиарда долларов, это на 34% меньше, чем за аналогичный период 2014 года, и 2014 год не самый удачный год был. Сократились почти все крупные статьи экспорта, металлургия, зерновые, химпром, машиностроение и даже продукты питания. Сильнее всего снизились продажи за рубеж транспортных средств, ну это понятно, да, металлопродукция на 40%, продукция химпрома на 30%, и даже немного просили зерновые на 9%, но чуть ли не единственная отрасль, показавшая рост, это кондитерская, да, плюс 30%, совпадение, по-моему. Скажите мне, пожалуйста, да, вот если уходит меньше товаров за рубеж, это получается, что и Украина получает тоже меньше денег, да, меньше денег приходит из-за рубежа в Украину, это значит, Украина может позволить, украинские предприятия, украинские бизнесмены могут меньше себе позволить новых технологий, да, меньше новых технологий, опять-таки, то есть замкнутый круг такой получается, да, меньше, не обновляется парк машин, которые что-либо производят, как выйти из этого замкнутого круга? Ну, вы однозначно правы, конечно, учитывая, что наша экономика очень довольно жестко экспортоориентирована, по ряду отраслей экспортная продукция превышала половину производимого продукта, по металлургии мы считали 75%, по машиностроению, по разным секторам там тоже где-то порядка 75%, поэтому, в общем-то, сокращение объемов экспорта – это резкое уменьшение объемов производства. Выход, ну, учитывая, что, в общем-то, Украина продолжает быть активным участником мировых рынков стали, химическая продукция, аграрная продукция и так далее, это все-таки привлечение инвестиций, которые могли бы способствовать реконструкции производства, повышение конкурентоспособности, расширение ассортимента предлагаемой продукции и так далее. Финансовый ресурс внутри страны, в принципе, есть, конечно, он распределенный среди населения, это ресурс в банках, это ресурс у самого бизнеса, но он не вводится в дело, потому что очень высокий уровень неопределенности, что будет дальше. Кроме того, есть еще иностранный инвестор, на котором мы, в принципе… А вот скажите, пожалуйста, вот почему иностранный инвестор, ну, не знаю, например, вот в период там до 2008 года достаточно активно на украинский рынок заходили иностранные банки, да, там покупали сети и так дальше. Почему сейчас этого нет? Дело в том, что вообще банковский капитал, он после кризиса 2008 года стал осторожен в мировых масштабах, то есть вот эти вот международные потоки резко свернулись и доля инвестиций в этот сектор тоже резко свернулась. Поэтому, ну, это естественно, прежде всего. Во-вторых, все-таки украинский рынок относительно насыщен уже финансовых услуг и он не требует такого резкого прираста. Не, ну, смотрите, он там насыщен, да, но если мы идем, там, предприниматель идет за кредитом банка, ему предлагают там 30, 40, там 50 процентов годовых, но ему не предлагают там 8 или 9 процентов. Это ведь дело же не в капитализации банковского сектора, когда определяется процентная ставка. Процентная ставка определяется прежде всего прогнозируемым риском, то есть вот у неопределенности, о которой я говорил. Во-вторых, она определяется макроэкономическим риском. Во-вторых, она определяется платежеспособностью самого заемщика, то есть индивидуальным риском. И в-третьих, она определяется показателями, ну, скажем так, инфляционно-девальвационными ожиданиями, которые тоже должны закладывать в будущую стоимость денег адекватно ожидаемой инфляции. Вот это все диктует настолько высокую ставку и, собственно говоря, ограничивает развитие нашего бизнеса. Хорошо, нет, тогда вот вы просто говорите о том, что там мы должны, говоря простым языком, собственно говоря, приглашать и сдувать пылинки с иностранных инвесторов, да, ну вот так, совсем-совсем по большому счету. Но в то же самое время, то есть, ведь можно же инвестировать не там, не машины, товары там, да, технологии, можно и деньги инвестировать, да, вот почему эти деньги не приходят в Украину? Нет, ну, как правило, инвестиции это комплексная вещь, то есть, это не означает, что к нам принесли деньги, а мы с ним и делаем, что хотим. Обычно это связано, то есть, допустим, инвестиция предполагает потом ввоз в страну и оборудование, соответствующие материалы и так далее. Это дополнительная выгода для инвестора, потому что он же на своем рынке это все покупает. Поэтому, как правило, приток инвестиций одновременно сопровождается ухудшением торгового баланса, потому что увеличивается импорт производственной продукции. Ну, это, естественно, макроэкономический процесс. Поэтому, в общем-то, вопрос в другом, вопрос в том, чем заинтересовать инвестора. Ну, я не сторонник сдувания пылиных с инвестора, если честно, потому что инвестору ему не интересно, он сам себе в состоянии сдувать пылинки, они вообще не пыльные. Но инвестору интересно, возможно, возможность получать доход. Инвестору интересна возможность проникновения на новый для себя рынок. Инвестору интересна возможность получения более дешевого для себя ресурса. А учитывая сегодня масштабную глобализацию, по большому счету, очень высокую мобильность производственных ресурсов по всему миру, то, по большому счету, можно, допустим, инвестировать в Украину, производить, вот как сегодня уже происходят, пучки проводов для автомобилей, которые потом будут собираться, допустим, в Южной Корее. Это нормально. Но для этого необходимо, чтобы, во-первых, инвестор был уверен, что он проинвестирует, его собственность сбережется, и бизнес будет идти нормально. И, во-вторых, чтобы он имел информацию о том, какой ресурс есть, какая возможность. Я, пожалуй, вот этим бы и называл бы это, называл бы сдувание пылинок. Это нормальная ситуация, наверное, для любой страны, да, но для Украины мы пока что еще видим это все-таки такое вручном немножко управление. Еще один вопрос хотел вам задать. Значит, смотрите, Украина после двух лет действия торговых ограничений со стороны России вот решила обратиться в Всемирную торговую организацию для разрешения спора. Первый иск ВТО против Российской Федерации подан в связи с ограничением поставок вот этих самых железнодорожных вагонов. В итоге, по информации Министерства экономического развития, экспорт из Украины вагонов сократился с миллиарда 700 миллионов долларов в 2013 году до 51 миллиона долларов за 7 месяцев текущего года. Вот Киев готовит и другие иски во Всемирную торговую организацию в отношении Москвы. Насколько вообще перспектива большая у этих исков? Ну, перспективы исков по ВТО, особенно учитывая в кавычках уважение Российской Федерации к нормам международного права, я думаю, что весьма невелика. Мне тоже непонятно, почему должно было пройти столько времени фактически торговой войны против Украины, чтобы мы наконец-то задействовали вот эти меры, хотя мы обе страны являемся членами ВТО. И, наконец, мне непонятно, почему речь идет именно о вагонах, потому что, ну, по нашей информации, это прежде всего естественное сокращение импорта, потому что им больше не надо, скажем так, обновление. Им не надо вагонов просто. Да, вот им не надо вагонов. А, наконец, я думаю, что там будут найдены возможности пояснить, что, в общем-то, вагоны, может быть, им и надо, но других технических характеристик, чем те, которые можем производить мы. Есть масса других примеров, когда совершенно безосновательно производилось ограничение доступа украинской продукции на российский рынок. И вот, и думаю, что, ну, действительно, если будут еще иски, может быть, они будут касаться подобных примеров. Спасибо. Ярослав Жалила, экономический эксперт, был гостем нашей студии. Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании.